10 необычных несчастных случаев. Каждый день в мире случаются странные несчастные случаи. Мы узнаем о них из новостей интернета, но некоторыми случаями нас может поразить и история. Инцидент в надувном замке. В июле 2006-го надувной замок с 30 людьми внутри оторвался от крепления и поднялся в воздух с порывом ветра. Он пролетел 15 минут по воздуху, перевернулся, а затем преодолел еще 45 метров, прежде чем упасть на землю. В замке 13 людей было серьезно ранено и 2 человека погибло. Филадельфийская железнодорожная катастрофа. 31 июля 1815 года в Филадельфии, Англия, взорвался экспериментальный железнодорожный локомотив «Механический путешественник». Это был первый взрыв двигателя в истории и первый несчастный случай на железной дороге в некоторых источниках. Однако, эту катастрофу не относят к железнодорожным, так как она произошла не на магистральной железной дороге. Кашель Наполеона. Ходили слухи, что Наполеон во время приступа сильного кашля случайно приказал казнить 1200 заключенных. Офицеры ждали приказа императора, когда его настиг жестокий приступ. Император воскликнул, проклятый кашель. Его люди же услышали убить всех. Однако доподлинно неизвестно, правда ли это. Смерть Леди Ковинт-3. Леди Ковинт-3, или Мария Ганнинг, была признанной красавицей своего времени. Каждый день она пользовалась вязкими белилами и красными румянами. В то время это было модно, но ее муж терпеть не мог, когда Мария накрашивала свое лицо и пытался остановить ее, но для нее на первом месте было тщеславие. Возможно, ей стоило бы послушать его. Леди Ковинт-3 умерла в возрасте 27 лет из-за чрезмерного использования макияжа, в который входил свинец. Катастрофа на озере Пинер. Эта катастрофа была вызвана бурением соляной шахты на дне озера. Бур случайно проткнул третий уровень шахты, и вся вода в озере вытекла. Дыра расширилась, так как почва и соль были смыты. Воронка также смыла буровую платформу, 11 барж, множество деревьев и 260 тысяч квадратных километров земли. Но если бы руководство буровой вовремя бы обратились в экспертный центр охраны труда и экологии, можно было бы избежать жертв в данной катастрофе. Радиоактивное заражение в Гойани. Этот случай произошел 13 сентября 1987 года в Гойани, Бразилия. Это заражение считается одним из самых опасных в истории. Из заброшенной больницы мародерами была похищена деталь из радиотерапевтической установки, содержащая радиоактивные изотопы. Цезия-137 в виде хлорида цезия, после чего оказалась выброшена. В течение более двух недель с этим порошкообразным хлоридом цезия контактировали все новые и новые люди, и никто из них не знал о связанной с ним опасности. После контакта с ним умерло 4 человека и 249 были серьезно заражены. Пивное наводнение. 16 октября 1814 года в Лондоне взорвалась цустерна с пивом, объемом 610 тысяч литров. В результате, пиво вылилось на улицы города, разрушив два дома, пробив стену паба и завалив обломками барменшу. Пивоварня была построена в бедном районе. Восемь человек утонуло. Происшествие рассматривалось в суде, но и судьей и присяжными оно было признано результатом действия неодолимой силы, за которой никто не должен нести ответственность. Бал горящих людей. 8 января 1393 года король Франции, Чарльз Ве, проводил бал в честь свадьбы Фрейлина королевы, и забил. Королю пришла в голову идея, нарядиться вместе со своими друзьями в декарей. Для этого, они покрывали одежду смолой и перьями. Мужчины вошли в зал, скованные цепью. Один из подданных с факелом подошел ближе посмотреть. Несчастные моментально загорелись. Короля спасла Жанна Деболонь, накинувшая на него нижнюю юбку. Еще один окатил себя водой. Другим жертвам не так повезло. Двое были сожжены, заживо. Еще двое умерли позже от ран. Затопление Бостана Патокой. 15 января 1919 года в районе Норт-Энд взорвался резервуар с Милосой. Патока пронеслась волной по улицам города на скорости 60 км в час. Сила волны способна была снести дома. Люди, попавшие в поток, либо разбились о здание, либо утонули. 21 человек погиб, и 150 были ранены. Ходят слухи, что в жаркий день здесь до сих пор пахнет сладким. Грязевой вулкан в Сидар-Джо. В мае 2006 года, во время бурения в поисках газа, компания Лапинда Брантас случайно вызвала извержение вулкана. К сентябрю потоки горячей грязи залили рисовые поля и деревни, заставив переселиться более 11 тысяч человек. Было закрыто 25 фабрик и разрушены криветочные фермы. К маю 2008 года, грязь растеклась по площади размером 6,5 квадратных километра, заставив еще около 36 тысяч жителей из 12 близлежащих деревень покинуть свои дома. В апреле 2008 года вулкан Люси стал проваливаться под собственным весом, а это ведет к образованию кальдеры, глубина которой может достигнуть 146 метров. Ожидается, что поток грязи будет продолжаться еще 30 лет. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк, чтобы подписаться и присоединиться к нам.